Девушки отдыхают В начале финала Федя потратил много времени, но успел заморозить игру на 14 вопросе, однако в своей последней попытке он срезался на первом же новом вопросе. И это значит, что вновь мы начинаем все с чистого листа. Я Денис Хасьянов, это игра против течения и давайте узнаем как зовут сегодняшних игроков. Девушки отдыхают Здравствуйте, я Дмитрий Васин, мне 21 год. Живу в Королеве. Недавно переселился в Бурятии. Работаю слесарем, увлекаюсь интеллектуальными играми. В свободу недавно начал заниматься саморазвитием. Всем привет, меня зовут Евгений Николай Белкин, живу в городе Ноябрьск. На данный момент сейчас нигде не учусь. В свободное время увлекаюсь компьютерными играми. Дима, привет. Женя, привет. Рад вас видеть в игре против течения и надеюсь, что вы-то выиграете все-таки, потому что у нас прямо очень скудно в этом плане. Не буду спойлерить для вас. Дима, я знаю, что ты еще с третьего сезона подавал заявку на участие в игре и только сейчас вот ты наконец-то о радость добрался до нас. Все-таки есть плюсы некоторые в той ситуации, которая сложилась. Джекпот-то увеличился у нас с того времени. Вот, теперь уже 2000 рублей джекпот и вообще в принципе в два раза больше денег можно заработать при тех же правилах. Скажи, пожалуйста, насколько давно ты смотришь игру против течения и какие у тебя есть, я не знаю, стратегии, тактики? Есть ли вообще? Ну, на самом деле, заявку я пытался подать еще со второго сезона, но у меня тогда еще не было технических неполадок. Смотрел как раз-таки со второго сезона, это потом уже я смотрел выпуски первого сезона и сейчас со второго сезона не пропускал ни разу ни одного выпуска. Был у меня, конечно, один метод, чтобы записывать листочки, ответы, но подумал, что это было важно, просто не готовить сразу. Женя, а как у тебя дела с этой самой вот игрой, в которой мы будем сейчас играть? Насколько для тебя будет привычно сейчас называть неправильные ответы на вопрос? Думаю, что не особо привычно, но я постараюсь. То, что вы участвует в первый раз, считайте. Так что буду немножко переживать. У нас все в этом сезоне участвуют впервые и, видимо, это сильно повлияло на результаты всего сезона, в принципе, на всю статистику. И мне бы хотелось все-таки, пользуясь вами, как, извините, ресурсом, эту статистику улучшить. Для начала нам нужно отыграть этап по названию дуэль. Вас двое, но в финал пройдет только один. Это мы выясним путем неправильных ответов на вопросы с двумя вариантами. Вам будет дано 7 минут, за это время вам нужно постараться дойти как можно дальше к финишу. Если вы дадите правильный ответ, то ход перейдет к сопернику и тому придется заново отвечать на те же самые вопросы. Если кто-нибудь из вас даст 21 неправильный ответ подряд, тот досрочно будет признан победителем. Если 7 минут истекут, а никто из вас этого не сделает, тогда победителем будет тот игрок, который как можно ближе приблизится к финишу. Или, если будет ничья, тот, кто сделает это раньше другого. По результатам жребия Женя сейчас выберет, кто будет первым отвечать на вопросы дуэля. У тебя было время подумать. Итак. Я попробую. Ну что, Женя, тогда начнем с тебя. Хорошо? Первый вопрос звучит для тебя, но Дима, как мы понимаем, наготове. Первый вопрос звучит так, время пошло. Чай или кофе? Что, согласно стереотипу, пьют англичане в 5 часов дня? Чай. Дима, чай или кофе? Что, согласно стереотипу, пьют англичане в 5 часов? Ручка или ножка? Что есть у двери? Ножка. Рубль или копейка? Что является одной сотой частью другого? Рубль. Стрелка или палец? Какой тип курсора появляется чаще всего при наведении его на гиперссылку? Стрелка. Электричеством или водоснабжением? Производством чего занималась корпорация монстров из одноименного мультфильма? Водоснабжение. Гарри Поттер или Властелин колец? В какой кинофраншизе снимался Элайджа Вуд? Водоснабжение. Женя, чай или кофе? Что, согласно стереотипу, пьют англичане в 5 часов дня? Ручка или ножка? Что есть у двери? Ножка. Рубль или копейка? Что является одной сотой частью другого? Копейка. Дима, чай или кофе? Что, согласно стереотипу, пьют англичане в 5 часов дня? Ручка или ножка? Что есть у двери? Ножка. Рубль или копейка? Что является одной сотой частью другого? Рубль. Стрелка или палец? Какой тип курсора появляется чаще всего при наведении его на гиперссылку? Стрелка. Электричеством или водоснабжением? Производством чего занималась корпорация монстров из одноименного? Гарри Поттер или Властелин колец? В какой кинофраншизе снимался Элайджа Вуд? Гарри Поттер. Кей или клюшка? Как, согласно легенде, зовутся основателя столицы Украины? Клюшка. Лом или бой? Какое название носит стекло, превратившееся в осколки? Бой. Женя, чай или кофе? Что, согласно стереотипу, пьют англичане? Ручка или ножка? Что есть у двери? Ручка. Рубль или копейка? Что является одной сотой частью другого? Стрелка или палец? Какой тип курсора появляется чаще всего при наведении его на гиперссылку? Электричеством или водоснабжением? Производством чего занималась корпорация монстров из Энэми? Гарри Поттер или Властелин Колес? В какой кинофраншизе занимался Элайджа Вуд? Кей или клюшка? Как, согласно легенде, зовутся основателя столицы Украины? Лом или бой? Какое название носит стекло, превратившееся в осколки? Беляш или гуляш? Что из этого является мощным изделием? Гуляш. Дэвид Боуи или Фредди Меркьюри? Кто выступал под сейдонимом Зиги Стардаст? Дэвид Боуи. Женя, чай или кофе? Что, согласно стереотипу, делают англичане в 5 часов дня? Ручка или ножка? Что есть у двери? Ручка. Дима, чай или кофе? Что, согласно стереотипу, пьют англичане в 5 часов дня? Ручка или ножка? Что есть у двери? Ножка. Рубль или копейка? Что является одной сотой частью другого? Рубль. Стрелка или палец? Какой тип курсора появляется чаще всего при наведении его на гиперссылку? Электричеством или водоснабжением? Производством чего занималась корпорация? Водоснабжение. Из-за имена Гарри Поттера или Властелин Колец? В какой кинофраншизе снимался Элайджа Вуд? Кий или клюшка? Как, согласно легенде, зовутся основатели столицы Украины? Рулом или бой? Какое название носит стекло, превратишься в осколки? Беляш или гуляш? Что из этого является мощным изделием? Гуляш. Дэвид Боуи или Фредди Меркьюри? Кто выступал под псевдонимом Зиги Стардаш? Фредди Меркьюри. Белая колдунья или черная колдунья? Кого во второй книге «Хроник Нарнии» убивает Аслан? Черную колдунью. Грабли или виллы? Что держит фермер с картиной «Американская готика» Гранта Вуда? Виллы. Женя, чай или кофе? Что, согласно стереотипу, пьют англичане в 5 часов дня? Кофе. Ручка или ножка? Что есть у двери? Ножка. Рубль или копейка? Что является одной сотой частью другого? Рубль. Стрелка или палец? Какой тип курсора появляется чаще всего при наведении его на гиперссылку? Палец. Дима, чай или кофе? Что, согласно стереотипу, пьют англичане в 5? Ручка или ножка? Что есть у двери? Ножка. Рубль или копейка? Что является одной сотой частью другого? Рубль. Стрелка или палец? Какой тип курсора появляется чаще всего при наведении электричеством или водоснабжением? Производством чего занималась компания монстров? Гарри Поттер или властелин колец? В какой кинофраншизе снимался Лайджа? Гарри Поттер. Ки или клюшка? Как, согласно легенде, зовут сооснователя столицы Украины? Лом или бой? Какое название носит стекло, превратившееся в осколки? Беляш или гуляш? Что из этого является мощным изделием? Гульдар. Дэвид Боуи или Фредди Меркьюри? Кто выступал под седонимом Зиги Старгаст? Белая колдунья или черная колдунья? Кого во второй книге Хроник Наркни? Черная колдунья. Кослан. Грабли или виллы? Что держит фермер с картиной «Американская губка Гранта Вуда»? Эквадор или Колумбия? Столицей какой страны является город Богата? Колумбия. Женя, чай или кофе? Что, согласно стереотипу, пьют англичане в пять часов дня? Кофе. Ручка или ножка? Что есть у двери? Ножка. Рубль или копейка? Что является одной сотой частью другого? Рубль. Стрелка или палец? Какой тип курсора появляется чаще всего? Электричеством или водоснабжением? Производством чего занималась корпорация монстров из одноименного мультфильма? Еще раз. Электричеством или водоснабжением? Производством чего занималась корпорация монстров из одноименного мультфильма? Электричеством. Дима, чай или кофе? Что, согласно стереотипу, пьют англичане в 5 часов в дня? Ручка или ножка? Что есть у двери? Ножка Рубль или копейка? Что является одной с этой частью другого? Рубль Стрелка или палец? Какой тип курсора появляется чаще всего при наведении его на гиперссылку? Стрелка Электричеством или водоснабжением? Производством чего занималась корпорация монстров из-за дневного мультфильма? Гарри Поттер или Василин Колец? В какой кинофраншизе снимался Лайджа Вуд? Гарри Поттер Ки или Клюшка? Как, согласно легенде, зовутся основателя столицы Украины? Клюшка Лом или Бой? Какое название носит стекло, превратившееся в осколки? Лом Беляш или Гуляш? Что из этого является мощным изделием? Гуляш Дэвид Буи или Фредди Меркьюри? Кто выступал под псевдонимом Зиги Стардаст? Фредди Найк Белая колдунья или Черная колдунья? Кого в второй книге Хроник Нарни убивает Аслан? Черная колдунья Грабли или Вилл? Что держит фермер с картиной Американское? Время вышло! Ну тут, по-моему, все понятно Дима, ты победил, Дэль Поздравляю И финал пройдешь именно ты Я не думал, что для человека может быть действительно так сложно просто перенастроить себя и называть ответы неправильные Вот, Женя, у тебя сейчас есть все возможности высказаться на этот счет Да, я просто простуженный и не готов был сегодня Мышка плохая, я понял Хорошо, ну я надеюсь, что наступит тот час, когда любой сможет прийти в игру противотечения и попробовать себя в любой момент времени А пока что спасибо тебе большое за игру К слову говоря, ты можешь еще претендовать на второй шанс Потому что если Дима проиграет в финале Тогда в следующем выпуске мы встретимся с тобой и с новым дуэлянтом У тебя будет второй шанс на то, чтобы победить в дуэли Так что сиди и не болей Ну в смысле, не болей за Диму Потому что только если он проиграет, ты пройдешь дальше Ну а пока что с Димой мы перейдем в финал Стремновато сейчас стало мне Сделаем Америку снова великой снова Только не закидывайте Нифига Мы решили собрать все лучшие силы на решение денежного вопроса Слышишь эти крики? Это поединки по звуку барабанов Вышли, драться арты смотри Не на карты битва Будет жаркий, кто же станет первым сильный Или смелый? Как только начнется бой Справишься ли с собой? Глади! Артур! Битвы, рисунки, восторг три в одном Глади! Артур! Сядет ли твой гладиатор на трон? Глади! Артур! Это вновь игра против течения Мы продолжаем Дмитрий Васин прошел в финал И сейчас именно ему предстоит заработать до 2000 рублей Это та сумма, которую у нас возможно выиграть Но пока еще никто ее не выигрывал Вот как это будет происходить Еще 21 вопрос мы тебе зададим Ну а твоя задача, как обычно, давать неправильные ответы И если пройдешь подряд весь блок вопросов Тогда ты что-то выиграешь А что именно зависит от времени Если ты умудришься сделать это за 2,5 минуты или меньше Тогда ты обладатель джекпота И идем с тобой дальше Покорять новые и новые высоты Если пройдет 2,5 минуты От джекпота останется 1000 И еще по 10 рублей в секунду будут утекать из твоего банка Если у тебя останется менее 500 рублей Ты сможешь остановить игру, назвав слово Стоп Игра будет заморожена И у тебя будет еще одна попытка дойти до конца Только в случае успешного прохождения всего блока Ты сможешь забрать те деньги, которые будут на момент остановки Итак, давай попытаемся У нас очень давно не выигрывали Я в тебя надеюсь И ты готов? Да Замечательно, я тоже готов Первый вопрос Звучит таким образом Время пошло Игрок проиграет или игрок выиграл? В каком словосочетании глагол находится в прошедшем времени? Проиграет Пикачу или Иви Какой покемон бьет током в качестве оружия? Иви Дедукция или индукция? Что из этого может быть магнитным? Дедукция В руках или в ногах? В какой части тела, согласно фразеологизму, правды нет? В руках Трепанация или кастрация? Как называют вскрытие черепной коробки? Как трация С кистью или с плечом Торговля с чем происходит на бирже при использовании заемных средств? Кисть Шоколад или мармелад? Что из этого делается с помощью желатина? Шоколад Молот или наковальня? Метание какого предмета существует как дисциплина Олимпиады? Наковальня Одиннадцать или двадцать один? Сколько кодексов в настоящий момент действуют на территории России? Двадцать один Игрок проиграет или игрок выиграл? В каком словосочетании? Проиграет В глагол находится Пикачу или Иви? Какой покемон бьет током в качестве оружия? Дедукция или индукция? Что из этого может быть магнитным? Дедукция В руках или в ногах? В какой части тела, согласно фразеологизму, правды нет? Трепанация или кастрация? Как называют вскрытие черепной коробки? С кистью или с плечом? Торговля с чем? Происходит на бирже при использовании шоколад или мармелад? Что из этого делается с помощью желатина? Молот или наковальня? Метание какого предмета существует как дисциплина Олимпиады? Одиннадцать или двадцать один? Сколько кодексов в настоящий момент действуют на территории России? Двадцать один Игрок проиграет или игрок выиграл? В каком словосочетании? Проиграет Пикачу или Иви? Какой покемон бьет током в качестве оружия? Дедукция или индукция? Что из этого может быть магнитным? Дедукция В руках или в ногах? В какой части тела, согласно фразеологизму, правды нет? Трепанация или кастрация? Как называют вскрытие черепной коробки? С кистью или с плечом? Торговля с чем? Происходит на бирже при использовании шоколад или мармелад? Что из этого делается с помощью желатина? Молот или наковальня? Метание какого предмета существует как дисциплина Олимпиады? Одиннадцать или двадцать один? Сколько кодекса в настоящий момент? Сто одиннадцать или сто двадцать один? Чему будет равно выражение одиннадцать умножить на одиннадцать? Сто один Отец или мать? Кто отправляется на поиски Немо в одноименном мультфильме? Отец Игрок проиграет или игрок выиграл? В каком словосочетании? Глаголу? Пикачу или Иви? Какой покемон бьет током в качестве оружия? Дедукция или индукция? Что из этого может быть магнитным? Дедукция В руках или в ногах? В какой части тела? Согласно фарзиологизму, правда, нет? В руках Трепанация или кастрация? Как называют, с кистью или с плечом? Торговля с чем происходит? На бирже при использовании шоколад или мармелад? Что из этого делается с помощью желатина? Солад Молот или наковальня? Метание какого предмета существует как дисциплина Олимпиады? Одиннадцать или двадцать один? Сколько кодекса в настоящем моменте действуют на территории России? Одиннадцать Сто одиннадцать или сто двадцать один? Чему будет равно выражение одиннадцать? Одиннадцать Доктор Ваттин Старкрафт или Диабло? Действия какой? Игровой вселенной разворачивается в санктуарии? Еще один вариант Старкрафт или Диабло? Действия какой? Игровой вселенной разворачивается в санктуарии? Красный или синий? Как в народе можно назвать пьяного человека? Красный Красный или синий? Проблесковый маячок какого цвета на патрульной машине ДПС находится со стороны водителя? Стоп. Время остановлено. На кону, правда, лишь 42 рубля. Тем не менее, твоей целью сейчас стояло все-таки игру выиграть. Как ты думаешь, на каком вопросе ты сейчас остановился? Где-то, наверное, 14-15. Ненамного больше. На 16-м вопросе 5 ты еще не слышал. И на 16-й ты не ответил. Так что 6 вопросов тебе нужно преодолеть, помимо тех 15, которые ты уже смог пройти. Мы возвращаемся обратно к первому вопросу. У тебя будет лишь одна попытка дойти до конца. Играем мы сейчас на 42 рубля. Ну, разумеется, не только на 42 рубля, но и на возможность продолжить игру, где тебя ждет еще 2000. Все-таки постараемся дойти до конца. Итак, вот первый вопрос еще раз. Игрок проиграет или игрок выиграл? В каком словосочетании глагол находится в прошедшем времени? Проиграет. Пикачу или Иви? Какой покемон бьет током в качестве оружия? Иви. Дедукция или индукция? Что из этого может быть магнитным? Дедукция. В руках или в ногах? В какой части тела, согласно фразеологизму, правды нет? В руках. Трепанация или кастрация? Как называют вскрытие черепной коробки? Кастрация. С кистью или с плечом? Торговля с чем происходит на бирже при использовании заемных средств? Кистью. Шоколад или мармелад? Что из этого делается с помощью желатина? Шоколад. Молот или наковальня? Метание какого предмета существует как дисциплина Олимпиады? Наковальня. Одиннадцать или двадцать один? Сколько кодекса в настоящий момент действует на территории Российской Федерации? Одиннадцать. Сто одиннадцать или сто двадцать один? Чему будет равно выражение одиннадцать умножить на одиннадцать? Сто одиннадцать. Отец или мать? Кто отправляется на поиски Немо в одноименном мультфильме? Мать. На шее или во рту? Где лошади носят трензель? На шее. Шерлок Холмс или Джон Ватсон? Кто из них курит трубку? Ватсон. Старкрафт или Диабло? Действия какой игровой вселенной разворачиваются в санктуарии? Старкрафт. Красный или синий? Как в народе можно назвать пьяного человека? Красный. Красный или синий? Проблесковый маячок какого цвета на патрульной машине ДПС находится со стороны водителя? Синий. Коза или кобыла? Как во времена Бориса Годунова называлась пыточная скамья? Коза. АМД или Интел? В логотипе какой компании фигурирует синий цвет? АМД. Слон или лев? Какое животное изображено на флаге Шри-Ланки? Слон. Слон. Это был сложный вопрос и, к сожалению, ответ на него правильный. Блин. Эх, крайне близко ты был к победе. Это был двадцатый вопрос. Вот так вот. Впереди был лишь один. Я тоже понятия не имею, кого как там зовут в передаче Тубгир. Но, видимо, оно и не сильно нужно. Вопрос был действительно сложный. Тем не менее, у тебя была очень хорошая вот эта последняя попытка. Вопросы, которые звучали для тебя впервые, они тоже были сложные. Поэтому достойно, достойно. Ну, я отвечал на угас. Видишь, как вот и удача в некотором роде тоже тебе сопутствовала. Но на двадцатом вопросе все, к сожалению, закончилось. Ну что, спасибо тебе большое за игру. Двадцатый вопрос – это очень хороший показатель. Думаю, не так, по крайней мере, обидно. Знаешь, гораздо обиднее, когда ошибаешься на двадцать первом. И так ли? Ну да. Вот. Так что получилось что-то усредненное. Ну что, спасибо тебе большое. Ребята, это был Дмитрий Васин. К сожалению, не смог дойти до двадцать первого вопроса и ответить на него неправильно. Но попытка очень хорошая. Ну, это означает, что на следующей неделе мы встретимся с Евгением Колыбелкиным и с новым дуэлянтом, который попытается пройти финал, где их непременно ждет тот же джипот и все-таки же наши коварные вопросы. Ну, а я, Денис Касьянов, увижусь с вами ровно на этой следующей неделе. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!